Ту-спас, дети, община. Мне хотелось жить ради моих детей. Преимущество наших работников заключается в том, что они были и благополучателями, и волонтерами до того, как стали профессионалами. Нам легче общаться с нашими семьями, потому что мы когда-то были в такой же ситуации, как они. У всех были свои сложности, у всех были свои трудности. Людмила Мечина, так же, как и я, тоже была в не очень хорошей ситуации, когда осталась одна с ребенком, развелась со своим мужем, который совсем не помогал ей никак. Оля воспитывает одна-троих детей, Наташа воспитывает одна-двоих детей. И мне хотелось отдавать. Почему мы стали все волонтерами? Потому что мы получали, и мы хотели отдать, и мы могли отдавать. Мы и наши сотрудники – это живой пример для наших семей, что все в жизни можно поменять, нужно только очень-очень-очень хотеть. Глобальная проблема моя как социального сотрудника – это поверить в свою значимость и что ты можешь. Ответственность заключается в том, чтобы действительно научить человека жить без какой-то посторонней помощи. Хочется помочь им по максимуму, и чтобы где-то не сделать ошибки, чтобы где-то не обидеть их. Наверное, такая специальность, такая специфика работы. Я не думала, что я им принесла какую-то подачку. Или мне, и со мной бы точно так же поступили. То я плохо сплю. Потому что, зная ситуацию, и зная практически каждую семью, с которой работает служба еврейской семьи, мне очень сложно не думать о том, что с ними будет потом. К тому же с ними друзья. Вот как и со своими родными детьми. Для наших социальных работников это больше, чем просто работа. Я делаю то, что велит мне мое сердце. Знаете, как у нас говорят? А если не я, то кто? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!